Обострение конфликта на Янтарном фронте в Ривненской области. Так и не дождавшись обещанной после Евро-революции легализации добычи солнечного камня, старатели вернулись на самое богатое месторождение, в урочище Гальбин. Наш журналист Инна Белецкая сделал около десятка сюжетов о беспределе на многомиллионном в долларах и ежемесячно черном бизнесе. Крышует его милиция. Все началось еще при предыдущем начальнике милиции. После назначения нового ситуация только усугубилась. Теперь старатели утверждают, что милиционеры нападают на них с оружием и гранатами. В милиции все обвинения опровергают, мол, действуют согласно закону. Люди каждый день собираются на акции протеста. В самом МВД не реагируют, хотя в курсе. Гранату кидать, шумовую. Почали стрелять из травматичной зброи, с автоматами повискакивали. В общем, разогнали людей и сказали, что так вы просто работать не будете. Люди все нелегально делать, хотя бы целегализировать, чтобы грошистить в державу, в большинстве ради, а еще куда-то. Чтобы не бандитам, не ментам платить. Говорить можно очень много. Мы не работаем за чутками, а работаем по факту. Существует в том, что вчера в девятом квартале Федеринского лесничества, это поблизости села-селища в Сарнинском районе, вышли люди. С начала 10-й часа там было 150 человек, позже 500 человек. Порушений общественного порядка не было допущено. Поэтому такие заинувачивания, я считаю, они недоречными. Вся эта история тянется еще с февраля, когда люди, поддерживаемые кланом Януковича, ушли с месторождения. И буквально сразу началась борьба за контроль над добычей янтаря. В мае прежние хозяева попытались вернуться, но тогда уже возмутились сами старатели. Мол, надоело платить откаты милиционерам, которые, по их словам, крышуют бизнес. И потребовали легализовать его. Кстати, законопроект о законном механизме добычи янтаря не принят до сих пор. Мы внимательно следим за этой темой. И если она не найдет разрешения на законном уровне здесь, в нашей стране, будем просить помощи у европейских структур.